15 лет назад я получила инвалидность, обе ноги у меня прооперированные. Но это нисколько не мешает Наталье Рябцевой и радоваться жизни, и радовать других. Женщина-активистка, сидеть дома не привыкла, а после несчастья стремится общаться еще больше. До этого я, буквально за несколько месяцев, пока инвалидности не было, я уже ходила сюда, в обществе был конкурс, значит, у нас, алло, мы ищем таланты, ну а я как певица, как говорится. 25 лет назад в Новоалтайске появилось общество инвалидов. Здесь людям, пережившим или переживающим тяжелые обстоятельства, помогают с реабилитацией, найти работу. В конце концов сюда приходят просто поговорители, разделить с друзьями любимые увлечения. Например, вокалисты образовали фольклорный ансамбль «Былина», выступают на каждом празднике. Каждый месяц проводят соревнования по шахматам, шашках, сидячему волейболу и дартсу. А каждое лето – туристические фестивали. Несколько лет подряд мы выигрывали гранты и занимались сплавом по рекам Алтая. По маленьким – это и Чумыш, и Бия, Катунь, и по Аби несколько раз были сплавы. И это все силами инвалидов. Люди с удовольствием ездят на такие сплавы. Там столько эмоций для них. Сюда приходят люди старше 50-ти, но в обществе есть и 23 ребенка – от 7 лет до 17-ти. Координатор приходит к ним домой, помогает родителям обучать детей быту, занимается с ними творчеством и играет. Здесь нужно быть действительно искренним. Если ты не искренний, значит, он это сразу чувствует и делает отторжение. А если же он ощущает тебя, что ты его любишь, он всей душой к тебе. Они радуются, они хоть, допустим, и говорить не умеют, но они очень эмоционально это все показывают в мимике. То есть ты их видишь, что они действительно уже твои родные, которых очень любишь. В этом году общество инвалидов отметило 25 лет. За эти годы здесь получили помощь и поддержку 1300 человек с ограничениями здоровья. Сейчас в общество приходят 330 человек. И для каждого здесь находят слова поддержки. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком.